SCP-507 После сдвига SCP-507 по комплексу передается информация, о необходимости следить за повторным появлением субъекта. Субъекту также имплантирован маячок. Ежедневно проводится сканирование его сигнала с целью установить, вернулся ли SCP-507 обратно. При появлении SCP-507 внутри комплекса или неподалеку от него, он возвращается в свою комнату самостоятельно. Во всех остальных случаях три агента в штатском обеспечивают его транспортировку обратно. После успешного возвращения SCP-507 можно подвергать различным физическим испытаниям, пока не пройдет две недели с момента сдвига. Следует отметить, что SCP-507 имеет право держать у себя в комнате компьютер с доступом в интернет, через прокси, ограничивающий возможности передачи информации, и может подавать заявку на использование, встречу, работу в качестве подопытного с любым SCP-класса «Безопасный» или «Евклид», который не влияет отрицательно на умственные способности и не заразен. Это исключение сделано потому, что SCP-507 никогда не нарушал режимы безопасности, а если бы хотел слить куда-либо служебную информацию, давно бы это сделал, воспользовавшись своими способностями к РЗАЦ-телепортации. Также стоит отметить, что физическая форма SCP-507 ниже средней, и даже при самом худшем варианте любой агент фонда будет способен привести в исполнение приказ об устранении. Описание. SCP-507 является на вид мужчиной европеоидом. Волосы светлые, глаза зелёные. Кроме некоторой полноты и лёгкого акцента неопределённого происхождения особых примет нет. У SCP-507 есть данные при рождении имя, но ему, похоже, нравится заставлять новых знакомых давать ему кличку, вместо того, чтобы просто сказать им своё имя. Похоже, это является следствием дурного воспитания. По этой причине SCP-507 отзывается на Томми, Стив, Брутто, Чувак, Гудини и грабных-разрушитель. SCP-507 был изъят из психиатрической больницы, где несколько успешных попыток побега, записанных видеонаблюдением, выявили его способности. Все относящиеся к этим инцидентам видеозаписи были конфискованы. SCP-507 был взят на содержание фонда. Официальная версия – перевод в лечебницу с более строгими мерами безопасности. Первая теория предполагала, что у SCP-507 имеются некоторые способности к телепортации, поскольку он внезапно исчезал, а потом появлялся в другом месте. Последующие разговоры с субъектом выявили, что его способность может быть использована в целях телепортации, но это всего лишь побочный эффект. SCP-507 утверждает, что во время периодов исчезновения он смещается в другую реальность, причем не по своему выбору. Ландшафт и окружение в основном остаются теми же, но климат и население параллельной вселенной часто изменяются. SCP-507 также утверждает, что он не контролирует время наступления и длительность этих сдвигов. Некоторым подтверждением этому служит смещение в неудобное для него время, например, во сне, в середине разговора или даже на унитазе. Если SCP-507 перемещается по параллельному миру, обратный сдвиг произойдет в соответствующей точке в нашей реальности. Список примерных описаний параллельных реальностей данных SCP-507 приведен в документе 507.00. В умственном плане SCP-507 не показывает особых отклонений от нормального человека. Он признается, что всегда интересовался паранормальными явлениями и мифологией, что в итоге привело к получению им разрешения на взаимодействие с относительно безопасными SCP. Особенное удовольствие SCP-507 получает от общения с другими разумными SCP. Однажды он попросил о небольшом отпуске, чтобы съездить в гости к SCP-082. В отношении этого запроса SCP-507 был особенно настойчив. Запрос был одобрен и встреча, к счастью, прошла без происшествий. Документ номер 507.00. Список примеров путешествий вны измерения совершенных SCP-507, а также его запросов после означенных путешествий. Субъект оказался в полной темноте, что навело его на мысль, что он находится в здании или под землей. Вслепую поискав выход, субъект услышал рядом звук, похожий на приглушенное дыхание. После этого он принял позу эмбриона в ближайшем углу и решил переждать, и не рисковать столкновением с неизвестным существом вслепую. Запрос. Обычный фонарик, который субъект теперь постоянно носит с собой. Субъект оказался в точной копии комплекса, только заброшенной. При исследовании комплекса обнаружились разбросанные всюду трупы на поздней стадии разложения, покрытые странной плесенью. Заметив, что трупы ритмично сжимаются и расширяются, словно дышат, субъект попытался покинуть комплекс. Попытки были прекращены после того, как выйдя из здания, субъект обнаружил, что весь мир снаружи покрыт той же плесенью. Запрос. Ударная доза вариконозола и эксперт-миколог, чтобы определить природу плесени. Точного совпадения найдено не было, но было установлено сильное сходство с некоторыми видами кардицепсов. Смотрите примечание 507-02. Субъект исчез. После появления бормотал столько пауков. Вдаваться в подробности субъект отказался. Запрос. Пистолет или другое огнестрельное оружие. Был выдан травматический пистолет, который может стрелять только резиновыми пулями. Субъект снова оказался в кромежной темноте и услышал неподалеку дыхание. Включив фонарик, он увидел человека в черном деловом костюме и солнцезащитных очках. Рот человека был растянут в невероятно широкой улыбке. Этот улыбающийся человек, судя по всему, склонился к SCP-507 в момент включения фонарика. Получилось так, что они практически наханились нос к носу. Улыбающийся человек спросил, так быстро вернулся? После чего субъект выключил фонарик, выпустил все пули в сторону человека и опять принял позу эмбриона в углу, дожидаясь обратной переноса в нашу реальность. Запросов нет. Сотрудники со вторым уровнем допуска могут ознакомиться с документом 507-3В, где приведен полный список. Сотрудники с уровнем допуска 2 Android 507 могут ознакомиться с интервью 507-G, где описан особо интересный сдвиг. В приложении 507-00 агент пропал в «Удалено» в то же время, что и SCP-507. Была проведена поисковая операция, но SCP-507 появился сам спустя неделю. Он рассказал, что держался за его плечо во время сдвига, в результате чего они оба оказались в параллельном измерении, где «Удалено» возникшим беспорядки 507 упустил из виду и не смог переместить его обратно во время обратного сдвига в стандартную реальность. К условиям содержания в свете этого случая было добавлено еще одно условие о недопустимости физических контактов со SCP-507 спустя 2 недели после последнего сдвига. Пересмотр прошлых случаев показал, что интервал между сдвигами составляет минимум 2 недели, поэтому эти интервалы — единственное безопасное время для контактов с SCP-507. Приложение 507-01. Да наплевать мне, что он там бурчит. SCP-507 ни при каких обстоятельствах не получит одобрения на матч из 50 раундов в крестике нолики с SCP-076-2. Нет и все тут, доктор. Приложение 507-02. Грибок, который обнаружил SCP-507, имеет некоторое сходство с результатом эксперимента с SCP-407. Протокол интервью 507-G. Интервью с SCP-507. Интервью ведет доктор. Предисловие. Во время ежедневной проверки сигналов SCP-507 вернулись два разных подтверждения. Дальнейшее расследование привело к обнаружению двух идентичных копий SCP-507 в назначенной для него комнате. Судя по всему, оба добрались до комнаты самостоятельно и успели поговорить друг с другом примерно полчаса. Это интервью между ними и первым сотрудником, который добрался до их комнаты после получения информации. Копиям присвоены алфавитные индексы для удобочитаемости. Начало записи. 507-А. Привет, док. 507-Б. Заходите, будьте как дома. Доктор. Боюсь, что вам придется объяснить мне все это. Б. Похоже, есть еще один я, и у него такая же проблема. А. Можно было бы и самому догадаться право слова. Есть же множество других реальностей, отличия в которых не касаются моей личной жизни, понял? Так который из вас здесь гость? Примерно 5 секунд молчания. Что-то не так? А. Мы как раз это обсуждали. Вы, ребята, очень хорошо к нам относитесь. Б. Может, даже лучше, чем мы заслуживаем. А. Но нам понятно, что для ваших ученых это очень удобный случай. Лучше бы вам не знать, который из нас... Доктор. Временный. А. Может послужить расходным материалом. Я... Я не знаю, что вы тут друг другу наговорили, но наша задача содержать и защищать таких, как вы. Может быть, в той и другой реальности более строгий моральный кодекс? Б. А может, я могу плеваться шаровыми молниями? А. Не в обиду, док, но это место не образец состраданий и милосердия. Уверен, у вас найдутся желающие вскрыть меня, чтобы понять, как же эта херня у нас работает. Но вас останавливает то, что вам потом будет нечего изучать. Б. Вот. Обязательно было говорить именно так? У меня и без этого куча поводов для кошмаров. А. Боже, да знаю я. Был один парень вот с такенной улыбкой. Б. Ты тоже его видел? А. Чуть не обосрался. Б. Крепкие у тебя нервы, мне б такие. Доктор. Знаете, это ведь могут принять за нарушение режима безопасности. Б. И кому двойник об этом расскажет? И на SCP? Мне лично кажется, что сюда скорее метеор упадет, чем случатся подрывные действия из другого измерения. А. А я лично был минимум в трех измерениях, где что-то свалилось с... Б. Вот что ты под руку говоришь? А. Прости, привычка. Б. Так о чем все это? Б. Исчезает, не договорив. Примерно пять секунд тишины. Доктор. Что ж, наш гость нас покинул, а у меня возник вопрос. А. Ладно. Доктор. Вы сумели распознать отличия ваших реальностей? А. Вообще-то, думаю, мы нашли отличия. В этом мире Авраама Линкольна убил вас не вице-президент, а не генерал Ли. Доктор. В этой реальности Линкольна убил Бут. А. Твою же мать. Конец записи. После словия. Последующие исследования показали, что способности SCP-507 не имеют биологической природы, а отделенные от тела части переносятся вместе с ним. SCP-507, относящийся к этой реальности, появился через три дня. Об этом инциденте ему не сообщили. Документ 507-3-Б. Предисловие. В этом документе приведен список всех известных фонду сдвигов, произошедших с SCP-507. Каждое событие представлено следующим образом. Код измерения присваивается после открытия новой реальности для удобства и при дальнейшем упоминании. Возврат. В эту группу относятся все осложнения или аномалии, произошедшие после обратного сдвига. Описание реальности и описание всех постэффектов, вызванных посещением этой реальности. Запросы. Все просьбы, сделанные SCP-507 после возврата, а также все принесенные им сувениры. 1-B-7-55-E-7-28. Возврат. Без происшествий. Субъект прибыл в пустынную местность и бродил по ней примерно час, после чего встретил другого человека. Тот, по описанию субъекта, был совершенно небрит и носил плащ-пыльник из дубленной кожи. Незнакомец был очень удивлен, встретив субъекта, и потребовал идти с ним, предложив еду и ночлег. Субъект поначалу следовал за незнакомцем, но вскоре намеренно потерялся, заметив, что на плаще пыльники не было ни единого шва или прострочки. Запросов нет. 9-E-2-A-66-V-7-H-G-5. Возврат без происшествий. Субъект оказался в лесу. Каких-либо признаков бывшей или существующей цивилизации обнаружено не было. Ничего аномального не происходило, пока субъект не проголодался. После чего стало ясно, что срывание и поедание местной флоры заставляют ее издавать телепатический крик. Первый день субъект воздерживался от питания, но на второй день оголодал и далее питается растительностью, несмотря на ее вопли. Исследований не выявили в субъекте каких-либо биологических изменений, но он продолжает утверждать, что отведав тамошние растительности, он испытал жуткие угрызения совести. Запросы. Никаких особых запросов, но на следующие две с половиной недели после сдвига субъект сидел на диете из пудингов и желатина. J-75-R-63-3-T-F. Возврат без происшествий. Субъект оказался в измерении, где его пол поменялся. Кроме этого, никаких изменений замечено не было, но субъекту действовало на нервы то, что его женская ипостасть не особенно-то отличалась от мужской. Запросов нет. 9 нулей. Ошибка. Возврат. Найден посредством маячка. Агенты в штатском обнаружили субъекта сидящим на аллее в... Во время возврата субъект почти не реагировал и молчал вплоть до стандартной процедуры опроса. На вопрос, куда привел его этот сдвиг, он ответил. Никуда. Кажется, в этот раз я промахнулся. Субъект страдал от нарушений тонкой моторики и общей вялости в течение примерно месяца после этого сдвига. Запросы. Ночник и наручные часы. Секундная стрелка которых громко тикает. Оба запроса удовлетворены. J-7Q-53Y-8ST. Возврат. Субъекта обнаружили на полу его комнаты, где он лежал, пытаясь разгрызть рукава, надетые на него смирительные рубашки. Из-за этой рубашки, спутанных ног и нарушений моторики, от которого субъект еще не до конца оправился, он не смог встать или открыть дверь, чтобы позвать на помощь. Сдвиг произошел, когда субъект спал. Проснулся он связанным на больничной койке. Медсестра сказала ему, что он все еще находится на лечении в психиатрической больнице и в данный момент страдает от помешательства. Субъекту вкололи седативные. Остальную часть сдвига он провел на койке, то впадая в бессознательное состояние, то будучи полусознательным. Запросы. Кроме «снимите с меня это» ругательство удалено. Никаких. 9E2-66V-7H-G52. Возврат. Субъекта обнаружили в его комнате в позе эмбриона. Он плотно закрывал уши руками. Субъект опять оказался в лесном мире. Флора запомнила его по прошлому визиту и вопила все четыре дня, которые он там находился. Запросы. Обняться. Запрос удовлетворен. 6К3-21Б-АЙ-0С. Данные удалены. БН2АЛ6СТЕ. Возврат без происшествий. Субъект оказался в заброшенном городе. Людей не нашел, но заметил переизбыток кошек, куда бы он ни заходил. Кошки, по его словам, ничем не отличались от обычных домашних. И большую часть своего пребывания в этом измерении субъект гладил тех из них, которые подходили близко. Во время стандартного, после сдвигового осмотра, на одежде субъекта было обнаружено небольшое количество штамма. Токсоплазма Гонди. На ботинках токсоплазм было больше. Обследование показало, что субъекта не заразило токсоплазмозом. В основном благодаря тому, что сдвиг был недолгим, и субъект не успел проголодаться настолько, чтобы начать искать еду. Всю одежду и имущество субъекта, которое было на нем после сдвига, сожгли. Сам же субъект прошел специальную процедуру дезинфекции, для исключения возможности заражения. Запросы. Резиновые перчатки. Отказано, так как простая защита рук никак бы не защитила субъекта от инфекции. 125-28П ОС-4-3. Возврат посредством маячка. Субъект пытался вернуться сам, но без особого успеха из-за сильного дискомфорта при движении. Субъект снова оказался в кромешной темноте. Неподалеку было слышно приглушенное дыхание. Субъект решил найти выход вслепую. Через некоторое время он оказался у входа в коридор, на другом конце которого был некий источник света. Заметив его, субъект побежал на свет. На определенном расстоянии свет стал гораздо ярче, и субъекта пронзила обжигающая боль. При этом он потерял сознание и очнулся только после обратного сдвига. Осмотр после возврата показал, что эпидермис субъекта был содран до зернистого слоя в местах, попавших под прямой свет, и до блестящего слоя в местах, покрытых одеждой. Нет, но при возвращении на субъекте были крупные и сильно затемненные солнцезащитные очки. Субъект не замечал, что они на нем надеты, пока ему на то не указали. Он предположил, что именно благодаря этим очкам с его глазами не случилось то же, что и с кожей. Субъект оказался в городе. Сильных отличий от нашего мира он не заметил. Субъект воспользовался компьютером в публичной библиотеке с целью отыскать различия между этим измерением и нашим собственным. В итоге оказалось, что Авраама Линкольна убил вице-президент и занял его место. Это привело к тому, что должность президента стала чем-то сродни вождю клана, где нынешнего лидера может вызвать на дуэль и в итоге сместить другой кандидат. Субъект с огромным удивлением заметил, что это не сильно повлияло на дату вступления в должность и количество сроков самых известных президентов. Неудачливые и незаметные президенты зачастую погибали от пуль, выпущенных порой под невозможными углами, в самых неожиданных местах, что сводило вероятность проведения вышеписанного переворота к нулю. Запросов нет. WS-6 ES-83D Возврат без происшествий. Субъект оказался у выхода в пещеру. Стояла почти невыносимая жара. Субъект вышел наружу, желая исследовать местность, и обнаружил, что вокруг пещеры только выжженная пустыня. Большая часть тепла исходила от двух солнц в небе. Субъект так и не понял, были ли они очень большими или просто находились близко к планете. Через некоторое время солнце моргнули и отвернулись, унося с собой жар. Остальную часть сдвига субъект провел в самом глубоком уголке пещеры, который смог найти. Запросов нет. WS-56 DRU 865 Субъект также испытывал галлюцинации, утверждая, что по коридорам катается. Удалено. Галлюцинации прошли через 24 часа. Запросы. Пудинг. Запрос удовлетворен. F-24 9S-633S Возврат. Субъект был найден в служебном тоннеле 6R-3БК. При нем не было того оборудования, что ему дали до сдвига. На субъекте была надета простая роба, схожая по покрою с нынешней униформой для сотрудников класса D. Субъект переместился, обедая в столовой. В другом измерении на том же месте находился комплекс местного аналога фонда, хотя постройки значительно отличались. Отдел безопасности отреагировал на субъекта как на нарушителя, его немедленно задержали. После задержания у субъекта отобрали все оборудование, в том числе маячок. Весь остаток своего пребывания в том измерении субъект провел на допросе. Аналог фонда отказывался верить в версию о путешествии между измерениями. Полученная в результате после сдвигового осмотра информация показала, что в F-24 9S-633S есть аналог фонда под названием «Сдерживающий центр паранормального». Этот аналог имеет в основном британские корни. Ему противостоит келейная оккультная группа и церковь ремонтируемого бога. Дальнейшие подробности неизвестны, так как сотрудник центра не отвечал на вопросы субъекта, а подробности давал только те, которые считал и без того известными субъекту. Запросы. Одежду и вещи на замену. Запрос удовлетворен. 4GT-F1Q-H17. Субъект был найден сотрудниками столовой зоны. Он весь промок и был с ног до головы покрыт грязью и страдал от тяжелого переохлаждения. Субъект оказался в месте, напоминающем большое поле во время проливного дождя. Он пытался найти укрытие, но ничего не нашел, поэтому пробыл под дождем все время своего пребывания в том измерении. Через некоторое время субъект заметил вдали движущиеся силуэты. Разглядеть их в подробностях субъекту не удалось из-за проливного дождя. Но, по словам субъекта, форма силуэтов приблизительно напоминала человеческую. Силуэты надвигались на него со всех сторон. Незадолго до обратного сдвига несколько фигур подобрались настолько близко, что было слышно затрудненное дыхание. Запросы. Комплект теплой одежды. Запрос удовлетворен. 2-AW-9U-2-E-5-T. Возврат. Без происшествий. Субъект появился в воздухе, упав из открытого пространства в подземное озеро на дне большой пещеры. Несмотря на всплеск адреналина от пережитого события, плыть до земли субъекту пришлось довольно долго. При дальнейшем наблюдении выяснилось, что в потолке пещеры зияет огромная дыра, сквозь которую субъект, судя по всему, и провалился. Имелись также сводчатые проходы в другие крупные пещеры, в большинстве из которых виднелись столбы солнечного света. Признак того, что своды тех пещер тоже обрушились. На стенах пещеры имелись равномерные борозды, что может являться признаком рукотворности этих пещер, несмотря на их колоссальные размеры. Других признаков жизни обнаружено не было. Незадолго до возврата субъект осознал, что возврат в нашу реальность на такой глубине может переместить его в толщу камня. И все дальнейшее пребывание в этом мире посвятил спешным поискам выхода на поверхность. В поиске увенчались успехом. Выяснилось, что провалы встречаются гораздо чаще, чем видно из-под земли. Запрос. Руки ныряния. Отказано. 2. ЮЮ. 5. Ай. 9. Ку. 3. Д. Возврат. Завидев сотрудников фонда В. Субъект обратился к ним с просьбой о повторной постановке на содержание, проявив при этом знание об аспектах, доступ к которым имеют только сотрудники третьего уровня и выше. Следует отметить длительность пребывания субъекта вне нашей реальности, примерно 3 месяца. За это время он сделал несколько важных открытий, в том числе несколько объектов SCP, на тот момент не находившихся на содержании у нас, но находившихся на содержании у аналога организации в том мире. На данный момент все объекты поставлены на содержание. За 3 месяца субъект вступил в ряды аналога организации в мире 2. И продвигался по служебной лестнице гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать, даже если предположить, что в ряды сотрудников его приняли в первый же день. На момент возвращения он, судя по всему, занимался полевой работой, а именно проводил попытку захвата SCP в мире 2. Что интересно, организация выслала мобильную опергруппу в тот же день и с той же целью. Выясняются и другие точки соприкосновения с 2, ЮЮ и нашего мира. Запросы. Стать полноправным сотрудником зоны. Отказано. 3-JT-3MD-DIG. Возврат. Найден посредством маячка. Потребовалась доставка в зону силами мобильной бригады медиков. На момент возврата субъект не мог передвигаться самостоятельно из-за значительной возросшей массы тела, которая составляла килограмм. Старший научный сотрудник дал разрешение на крайнюю меру в виде применения SCP-394 для поддержания жизни субъекта. Позднее был получен отчет. После перемещения субъекта окружили. Ругательство. Какие-то огромные твари. Внешне похожие на. Они быстро поймали его в прозрачный контейнер. После этого его перенесли на неизвестное расстояние и поставили на блестящую поверхность, где принялись наблюдать. Спустя примерно сутки субъекту были введены трубки в. Данные удалены. Неизвестная жидкость, следов которой при осмотре найдено не было. По словам субъекта, незадолго до сдвига трубки извлекли, а к контейнеру направился удалено. Вероятно, с целью извлечь субъекта из него. Запросы. Услуги личного тренера. Доктор. Одолжила субъекту своя видеокассета с уроками фитнеса. К пудингу субъект резко охладел. 9-J3-Y6-X-GTY. Возврат. Субъект был найден висящим вниз головой на одном из деревьев в зоне. За ветки которого зацепился лодыжками. Большая часть тела субъекта была закована в изолированную и светоотражающую титановую броню. Субъект охарактеризовал тот мир, где оказался как яркий-яркий. По его словам, сразу же после появления в том мире он был схвачен силами охраны правопорядка. После задержания субъекта припроводили на ближайшую фабрику, где положили на конвейерную ленту лицом вниз. Началась ковка и подгонка металлических листов по форме его тела. У субъекта хватило времени задать вопрос, что происходит. На что ему ответили, что солнечное излучение представляет большую опасность. И чтобы избежать теплового повреждения, все люди были законодательно обязаны носить титановые отражающие костюмы. А здания обшивались титановыми листами. Запросы. Защитные кремы от солнца и осмотр у окулиста. Запросы удовлетворены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok